Британия может направить войска в Украину, если Трамп урежет финансирование Киева. Ого! Кто это сказал? Ааа, заявил экс-премьер страны Борис Джонсон. Ааа, вот оно что. Ну, мало ли чем будет. Кстати говоря, я вот одного не понял. Вот это что за херня? Вот это вот. Объясните мне, пожалуйста. Shadow Kek. Разбор ситуации. Твич закрывает, слэй отменяют. Что это такое? Еще один новостник у нас тут появился, что ли, на Твиче? Shadow Kekv. Ты, алё, блядь, может тебя из премии слэй вычеркнуть? А то что-то я с рютой политикой заинтересовался. Разбор ситуации, ёблядь. Твич, закрываю. А ну давай-ка это самое там, это, пятое, десятое, блядь. На-та! Тебя троллит, ставлю сотку. Ну я таких названий не делаю на Твиче. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лол Стим. Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лол Стим. Лол Стим, купись или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь и играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Сейчас, ребят, инсайд. Но, скорее всего, нахрюк и фэк. Сразу говорю, что, скорее всего, то, что я сейчас покажу, пиздец. Решение о блокировке Твич, слитое инагентом каким-то сота, давно принято. И назначено длинный январский праздник. Что? Видимо, они хотели написать, что назначено на длинный январский праздник. Типа, блокировка. Пугает наш с вами друг, знающий, откуда и в какие сроки задует ветер. Последний инсайдер полагает, что принудительное переключение школьников на здоровый зимний отдых на свежем воздухе в значительной мере скрасит усилия группы ВК, запустившие и продвигающие собственный стриминговый сервис для геймеров. Это фейк Твич уже заблокирован. А, ну ладно. Ну, короче говоря, скорее всего, нахрюк. Я как бы сразу говорю, да? Но я просто как бы вам это показываю, что если вдруг это произойдет реально, я потом буду говорить. А я же говорил. Вот. Ну, а в это мало верится. По крайней мере, хотелось бы, чтобы это была неправда. Так-то, понятное дело, что, скорее всего, вероятнее всего, Твич рано или поздно на территории РФ заблокирует. Вот. Как в итоге с этим будут бороться стримеры и зрители, аудитория, ну, я не знаю. Ну, будем наблюдать, что я могу сказать. Да, кстати, Мизулине написали по поводу Твича, типа, правда ли хотят заблокировать. На что она ответила? Похоже на очередной фейк. Я от таких планок не слышала. Но буду рад увидеть официальный коммент от Роскомнадзора на эту тему. Вот сейчас, вот сейчас, вообще пиздецная история будет интересная. Ну, как интересная, жуткая, я бы даже сказал. 68-летнего педиатра. Да, это слово такое, оно нормальное, его осуждать не надо. Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии по делу о фейках об армии. Фейки в данном случае в кавычках. И вы, наверное, скажете, ну, чё, стандартная тема, не надо было где-то пиздец, да, на публику, там, писать что-то. В этот раз всё совсем иначе, готовый. Тут вообще пиздец полный. Также и запрещено в течение двух лет администрировать сайты. Медиазона и зала суда сообщают, что после оглашения приговора зрители начали заглушать судью криками позор и вывели из зала. Самое стрёмное здесь то, что её посадили... Ну, ладно, давайте я просто почитаю, и вы сами всё поймёте. 8 ноября в своём последнем слове Буянова сказала. Я причастна к трём народам. Русскому, украинскому и белорусскому. Она сказала, что не хочет выбирать между этими тремя народами. И после этого заплакала. Надежду Буянову осудили по бездоказательному доносу её пациентки, блядь. Бывшей жене российского военного показалось, что Буянова оскорбила её мужа. Разговор проходил за закрытыми дверями, блядь. И без свидетелей. Но суд всё равно встал на сторону доносчицы. То есть какая-то хуйня ебанная, да? Старая бледота, блядь. Донесла на педиатра, что она якобы где-то в кабинете, наедине с ней, как-то оскорбила мужа. Без доказательств, без пруфов, без записи, там, не знаю, голоса, диктофон, может быть, кто-то услышал. Ничего из этого нет. Нет, вообще ничего. Есть просто обвинение на словах, на словах, на словах. И всё. Её за это посадили. На пять с половиной лет. Ничего. Просто вот это как если я сейчас возьму и напишу донос на кого угодно и скажу, он, я не знаю, на ВСУ донатил и человека посадят на пожизненную госизмену. Потому что я так сказал. Без доказательств. Пиздец. Просто чего? Это, наверное, самое жуткое, блядь, что происходило за последние три года. Ну, в этом вот плане, да? В плане там каких-то, я не знаю, уголовных дел. Вот. Это вообще пиздец. То есть получается, что на любого можно так донести и всё? Просто на словах? На любого стримера так можно что ли донести? Просто пришёл, сказал и все-таки тебе поверили. Трэш какой-то! Разговор проходил за закрытыми дверьми и без свидетелей. Но суд всё равно встал на сторону доносчицы. В защиту педиатра выступила даже Z-блогер, в чате которой впервые была рассказана история про якобы оскорбление погибшего военного. Астра подробно рассказывала, как начиналось уголовное дело против Буяновой. Короче, я вообще не знаю нахуй. И... Да это ещё не конец. Далее. Судья, которая приговорила педиатра Надежду Буянову к пяти годам колонии, получила повышение. Вот она, блядь, маразота эта. Она ещё и за это повышение получила. Сука! Судья Тушинского суда Москвы Ольга Федина, которая приговорила 68-летнего педиатра Надежду к пяти с половиной годам колонии, получила повышение и будет работать в московском городском суде. То есть это уёбище, теперь ещё и в московском суде судить людей будет. Кирдык! Приспособленцы, остающиеся в России, вот вам показательный пример, что будет с некоторыми из вас. Любой хуесос отправит вас вырезать нарды по доносу. Точно такая же хуйня была в совке, когда устраняли конкурентов самым обыкновенным доносом. Так и, по сути, можно сказать, что и со мной что-то примерно такое частично произошло. Пока ещё ничего нет, ни административных, ни уголовных дел. Но даже вот это письмо, которое это Мизулина получала, да, где идёт речь про спальню деда, и какие-то вообще абсолютно левые обвинения в том, что якобы на моём канале что-то там есть такое, а этого просто там нет. Но обвинения уже есть. А за что? Это даже там не указано, понимаете? Убийц сажают еле-еле, да и выпускают иногда, если подписывают контракт. Не иногда, а 100%. А тут невинному человеку жизнь загубили. Страшно представить, что будет дальше. Но это реально трэш. Тут даже если ты зетник какой-то отбитый, ты должен это понимать. Как? Как вообще с этим можно соглашаться? Я просто не понимаю. Как это можно поддерживать? Я тоже этого не понимаю. Ужас. Реально просто пиздец. Приговор 5,5 лет колонии врачу-педиатру Надежде по статье о распространении фейков про армию. Не за публичное высказывание или по соцсетях, а за реплику в разговоре, которому нет ни одного свидетеля. Это говорит у нас кто это? Фишман. Это пиздец. Ну тут согласен. Это реально пиздец. А дальше еще одно уголовное дело, которое возможно будет. Но теперь уже против Литвина. Блогер Михаил Литвин, недавно арестованных за драку, с фанатом купил военный билет. Прокуратура начала проверку. И если вы думаете, что это какая-то херня, это на самом деле серьезная тема. В личном деле призывника есть документ о временной регистрации в общежитии МГТУ имени Баумана и Измальдовском военкомате. Однако это вызывало подозрения у прокуратуры, так как в МГТУ сам Литвин не обучался. Это значит, что блогер не мог посещать военно-учебный центр вуза, но в его деле есть отметка, что он его посещал, якобы, да, и даже получил статус ограниченно годен, после чего был отправлен в запас. В 21-м году этот гений заявил, что купил военный билет за 330 тысяч рублей. Зачем он это сделал? В армии нет. Я купил военный билет. Ой, б***ь, надо, да, блогать? Не вдумай, не вдумай. Сколько ты... Не-не, это вставим, конечно, взять. Сколько ты отдал за... По-братски? Ну, дневник его очень, конечно, подставил. 330. То есть чуть больше, чем у меня за сториз? Чуть-чуть, да. Но там не пришло 25. Ой, дурак, б***ь. Если факт покупки подтвердится, то Литвину грозит 15 лет тюрьмы. Уголовным статьям уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, поделка документов и дача взятки должностному лицу. 15 лет. Что самое забавное? Вот эта вот тема с покупкой билета военного, да? Она же очень распространена. Особенно среди популярных блогеров и так далее. Если они начнут сейчас, вот эта вот прокуратура, начнет там всех проверять, ебать, там просто, мне кажется, 99% блогеров, стримеров можно нахуй посадить. И всех на 15 лет. Там просто такой пиздец начнется. Я причем уже видел, меня там клипы скидывали, как некоторые стримеры известные, уже трясутся. Сидят такие, блядь, они же сейчас всех проверять будут. Все, нам всем пиздец. Вот, меня, не, я, когда проходил вот эту вот всю от военкомата проверку, короче говоря, на здоровье, мне тогда было же 17 лет, 17-18, когда мне повестка пришла. Ну, я тогда, что, блядь, у меня тогда денег не было. Вот, я тогда еще с родителями жил. И медкомиссию, я тогда медкомиссию проходил месяц, я лежал в больнице, месяц. Господи, это было самое ужасное, что, наверное, происходило в моей жизни. Это такое мучение было, я бы лучше нахуй отслужил в армии, серьезно. Меня во все дыры просто проверили. Везде. И в жопу лезли в прямом смысле этого слова. Причем, нет, один раз вроде мне в жопу залезли. Ну, мне вставляли в задницу, блядь, такой шланг, чтобы проверить кишки. Потом мне в рот лезли, соответственно, желудок проверить. Мне все анализы брали. Короче, мне все нахуй проверили. Просто, я не знаю, ну, вы сами представьте, месяц лежать в больнице. Да, клоноскопия. Меня там всего просто, я не знаю, перевернули. Вот. Всего пересмотрели. А, и стаи? Да я ж откуда знаю, ну. Я не знаю. И ФГДС, да я говорю, все проверяли. Ну, в итоге, мне там поставили диагноз синдром целиакии. Я не знаю, вы знаете, что это такое? И мне, у меня же еще инвалидность. Мне инвалидность дали, что у меня вес маленький, вот. Ну, конечно, я негоден. Естественно, блядь, по таким диагнозам, я, ну, я не могу быть годным. Тут реально все по-настоящему. Причем, я, не военно обязанный. То есть, в данном случае мы видим, что есть Литвин, который ограниченно годен, да, а я буквально не военно обязанный. То есть, вообще. То есть, все. То есть, даже если война начнется, я не обязан воевать. Ну, и все. Ну, понятное дело, что война начнется, там похуй инвалидов забирают, всех забирают. Вот. Это понятно, что это чисто формально, как бы, да, что всем насрать будет, там, и сейчас тоже, кого только не берут. Вот. Поэтому это так, типа, условности. Но так или иначе, да, у меня по-настоящему. Поэтому Литвину я соболезну, я не знаю, что он будет делать, но опять же, это Россия, и я предполагаю, что Литвин сможет договориться. Хотя, показательная тема, возможно, в данном случае он не сможет договориться. Деньги, конечно, решают, но есть моменты в России иногда, когда нужно показательно кого-то наказать, и там уже какие-то деньги не предлагай, а я уверен, что у Литвина не найдется столько денег. Я не знаю, что у него есть, миллиарды. Нет? Ну, тут уже тогда получается, что, возможно, и правда придется отсидеть. Или я хуй знает, что они там придумают. Вот. По инвалидности получаешь пенсию? Не поверишь? Да. Так вот, я не знаю, что они там придумают, он придумает, но... Успеет ли он сбежать из России? Тоже хз. Я пенсионер, да? Ха-ха-ха. Да, да. Да там пенсия 10 тысяч рублей, господи. Успокойтесь, реально. Типа, реально, ну, 100 баксов эти деньги даже не депнуть, ну. Ой, бля. Но покушать где-то здесь? В Америке на 100 долларов? Ть, в Макдональдс. Пару раз причем. Без преувеличений. По поводу Майкла Наки, вы мне спамили. Все говорили, что Майкл Наки зетнулся, я короче говоря, номер у него в ТГ. Типа, он в Роскомнадзоре зарегал там свой канал, что это такое, спроси у него. Так вот, я спросил у него по поводу этой темы. Я еще это сделал пару дней назад. Но он после этого, я не знаю, да, ну, короче, может, не после этого, а решил пост об этом сделать все в ТГ. И вот, что он пишет. Ну, ну, раз нашу с вами лавочку спалили, а вопросов стало неприлично много, то, наверное, пора рассказать. Самые внимательные могли заметить, что у меня в описании ТГ канала в какой-то момент появился номер. Такие обычно получают люди, зарегистрировавшиеся в РКН по новому закону. По номеру РКН должен отслеживать посты и всякое такое. И я подумал, что классная идея будет взять номер какого-нибудь Зет-канала и поставить его себе, чтобы ему, этому каналу, прилетело за мои посты. Гениально, блядь. Самые любопытные быстро нашли, у какого канала я подрезал номер. Сегодня я увидел, что этот канал убрал номер из описания. Возможно, ему заменили, спалив мою маленькую шалость. А может, это никак не связано. И ему еще настучат по голове за мои посты, а то и статью повесят. Посмотрим. Блядь. Вот. Ну да, и мне писали в ТГ, что он там, короче, какой-то канал, Flight Bomber, что-то такое. Он оттуда взял этот номер, себе его поставил. Ну и он мне потом тоже это объяснил. Но что-то мне подсказывает, что это вообще ничего не даст. Абсолютно. Ну, как бы, ну реально. Там же у Роскомнадзора, у них же все данные есть. Они же видят, что вот этот канал под номером, под таким-то номером, такой-то канал. Они же увидят, что Майкл Наки и его канал не зареган под этим номером. Ну, типа, я думаю, что в данной ситуации это реально... Я понимаю, что там сидят тупорылые дебилы. Понимаю. Но все равно. Не на... Ну ладно, окей, да, там настолько все плохо, но... Ладно, короче. Просто я думаю, что это не работает. Так, и все. Номер Аляши бери. Так, а что я-то? У меня в спальне деда и ничего такого нет. Нет смысла. То, что Майкл Наки у себя пишет ЭГЭ. Это да. Ну, а я что, ну возьму и что? Что, в спальне деда там, что, блять, посты с Бубой? Фотографии с Бубой? О! Не, ну это бред. В моем случае смысла нет просто даже. Блогер завыл, что регистрация каналов от Роскомнадзора слишком медленная. Сегодня один из блогеров пожаловался на то, что его заявку рассматривают уже достаточно длительное время. Телеграм-канал насчитывает больше 80 тысяч подписчиков. Роскомнадзор обещал рассматривать заявки на подачу в реестр блогеров в течение трех дней. Однако, нихуя подобного не произошло. Процесс с одним из каналов длится уже вторую неделю. А, именно нехватка оперативного реагирования на заявки блогеров была одной из причин, по которой закон о блогерах казался тяжело реализуем. Учитывая, что такая ситуация случилась с многотысячником, можно себе представить, что никому нахуй ненужные маленькие каналы ждут еще дольше. Бля, это вообще... То есть, они помимо того, что сами себя засунули в это говно, они теперь еще и жалуются, что это говно рассматривают не так быстро, как обещали. Я, блядь, не знаю, это вообще, какие же терпилы, я в ужасе просто. Госдума приняла закон о запрете пропаганды челдфри. Блядь, сегодня новости просто, трэш какой-то, реально. Закон запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе. Штрафы за его нарушение составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для компаний. Вместе с законом Госдума приняла поправку, закрепляющую, что информация о монашестве, обете, безбрачии не попадает под запрет пропаганды челдфри. А, господи боже, блядь. Кого и за что именно российская власть собирается преследовать с помощью этого закона, читайте по ссылке. Ой, блядь. Ну, я даже не знаю, ребят, что тут сказать. Так, это что, получается все? Я не смогу теперь людям тут говорить о том, что рожать это хуевая идея на самом-то деле. Опасная. Особенно в настоящее время. Стань монахом. Ты и так монах, по сути. Короче, ясно. Короче, сегодня весь день в украинских новостных каналах летят новости, что ТЦК будут расформировать, а ТЦКшников на фронт отправят. Че? Ха-ха-ха, серьезно? Ну все. Блядь, да их же там, этих ТЦКшников на фронте, мне кажется, мобилизованные пацаны их встретят так, как не встречали никого, наверное. Ну, серьезно, потому что на фронте там столько мужиков, которых ТЦК поймали, и потом эти ТЦК сами же туда на фронт приедут, а там те, кого они ловили на улицах городов. Да им же пиздец, вы че? Свои среди чужих, реально. Свои среди своих, но как чужие. Фейк, ну возможно фейк, я не знаю. Но, но не знаю, не знаю, ребят, не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим. Уже сказали, что если всех ТЦКшников отправить на фронт, то это будет около 50 тысяч человек. Что, блядь? 50 тысяч? Их 50 тысяч? Так, а че они тогда ждут? 10 бригад получится. ВР уже подсчитали. Так пусть это, ладно, не буду говорить, куда их надо отправлять 50 тысяч. Мы вчера новости читали, вон, в Курску область. Россия отправила 50 тысяч своих, скажем так, да. Там плюс еще кореец, соответственно. Трамп очень серьезно настроен на скорейшее окончание войны. Есть даже возможность мирной сделки до 20 января. Ну, то есть до дня инаугурации. Это заявил президент Финляндии. По его словам, их созвон с Трампом вчера вечером показал, что новоизбранного президента США нужно воспринимать серьезно, когда он говорит о прекращении войны в Украине. Трампа заинтересовала только парочка пунктов в плане победы Зеленского. По данным ФТ, из представленного, из представленного, точнее, в сентябре плана победы Зеленского будущему президенту США понравились только два пункта. Первый. Доступ к украинским ресурсам. Хм, каким именно, непонятно. Замена части сил США в Европе украинскими военными. Ну, вы поняли, да, что Трампу надо ресурсы, чтобы украинские военные заменяли американских военных где-то в Европе. Да? Вот. Сука, блядь. Два из трех пунктов. Ну, да, да, да. Ну, да, да. Цефейк? Ну, я не знаю, блядь, может быть, может, да, может, нет, я хз, не знаю. Ну, и вот. Эти пункты были предложены украинскими чиновниками, как попытка сохранить тесно сотрудничество с США с Киевом после прихода Трампа к власти. Также некоторые предприятия на Украине в Украине хотят дать полномочия Трампу на проверку инвестиций. А, да. Понятненько. А призывникам в Москве закрыли выезд из страны, заявляют какие-то СМИ. Военкоматы рассылают парням удавление за неявки по повестке. Я не знаю, это фейк? Возможно, это фейк. Среди полных запретов распоряжаться своей недвижимостью, регистрирует самозанятость и ЕП, получать загранпаспорт, брать кредит и покидать страну. Как будто бы кому-то такие СМС приходили. Я хз, я не знаю, насколько это правда. Я не знаю, насколько это правда. Шевцов про ухилянта Стерненко. Видел прикол про Стерненко и его повестку? Как он заднюю дал? Ну да. А шо за Стерненко и шо за прикол? Про какую повестку? Кто это? А, ну волонтер, все, я понял, про кого речь идет. А что с ним случилось? Блядь, Леха, на твоем месте я бы не слушал этого долбаеба. Он столько хуйни пиздит, постоянно наебывает аудиторию. Привет, Шевцов! Это мой первый донат. Хотелось бы разбавить политику смешным клипом. В общем, на твоем месте я бы ему верил, говорят ему американские б... Не-не, Ксид, я согласен, да, Шевцов это тот еще гадюка. И казино крутит, и скамкоин свой запустил. Наебывает аудиторию. Но все же надо и таких тоже иногда слушать. Мало ли, что-то достойно скажешь. Поэтому давай послушаем. А, Стерненко, это волонтер, он поставил более 100 тысяч дронов и очень хорошо снабжает армию. Без него было бы совсем пиздец. А что тогда происходит? Повестку ему выписали на тот адрес, где он не живет. Короче, давление на него чутка. А за что? Давление? За 100 тысяч дронов? Стерненко это блогер-волонтер, который нагнал на командующего армии и ему дали повестку. А-а-а! Он раскритиковал руководство УСВ и ему повестку замутили? Ебать! Слушайте, это в российском стиле. Украина вроде как хочет отказаться от всего русского, но методы порой использует. Очень даже российские. Ну, методы борьбы имеется в виду против тех, кто, например, кому-то там не нравится. Ребята, от такого надо отказываться тоже, если что. Так не должно быть. Что это такое? Значит, ты раскритиковал какого-то там, я не знаю, главного, да, из ВСУ и тебе он такой Ах ты, сука, на тебе повестку, блядь! Что это такое? А если вот Трампа сейчас много кто критикует здесь, в Америке среди известных, ну что, теперь всем повестку в армию, блядь, он будет рассылать? Конечно, нет. Вот, надо пример с Америки брать. Зачем вы берете пример с России, блядь? Стерненко призывает воевать с Россией 10 лет без переговоров. А он объясняет? У него есть идея какая-то? Ну, объяснение этому. Вот он призвал и такой, так, ну, а должны мы это делать вот так, например. Нельзя же просто призвать воевать 10 лет без объяснения того, как это делать. А, это фейк. Понял. Не было такого, хорошо, а нах ты тогда пишешь в чат такое. Он на войне зарабатывает просто, это, это черт Стерненко, хес. Он же 100 тысяч дронов-то, собственно говоря, в ИСУ дал. Зарабатывает как? Ворует деньги или что? Я не понимаю. Пруфов не было нормальных. За счет его фронт держится. Ну, тогда я не понимаю, в чем проблема. Что он какую-то часть денег мог заработать? Ну, естественно, наверное, он что-то заработал. А как ему вообще тогда жить? Существовать? Я не знаю. Если он только этим и занимается. Ладно, окей, что в итоге Шевцов там? Я знаю, он не любит, когда его какие-то моменты стрима перезаливают, но, блядь, извини. Я не знаю, приватные, правильно? Не на онлифанции стримишь, а на Твиче. Вот это просто запостили где-то. Стерненко его повестку. Как он заднюю дал? Ну да, это смешно, как люди, которые говорят, что нет никаких договорников, только 91-й год. На самом-то деле, 91-й год добывать не хотят. Смотрите, я сразу говорю, я ебал рот 91-й год. Пошли нахуй. Я не собираюсь воевать и никогда не буду воевать. Бля, я уже представляю Шевцова в военной форме с автоматом в руке. Ха-ха, блядь, ладно, не, а че? Я не буду воевать и никогда не буду воевать. Но у меня... Бля, ведь форма-то у него есть, кстати, уже готовая. Но она в Одессе осталась, как я понимаю, да? Он в этой форме какое-то там видео записывал, я помню. И аппетита военного нет. То есть, мне главное, чтобы люди не умирали, но у меня и аппетита военного нет. Аппетит военный. А у меня аппетит, просто я... То есть, мне главное, чтобы люди не умирали, чтобы мои пацаны были в целости и сохранности. Под моими пацанами я имею в виду своих земляков. Я прекрасно оцениваю военные силы своей страны, их не хватит, блядь, даже дойти до Токмака, нахуй. А эти кретины там сидят, кричат, блядь, вы хотите тотальной войны, давайте воевать 10 лет. Пошел ты нахуй, сам сиди и воюй 10 лет. С 10 ракетами в год, блядь, которые дают. Ты хочешь, ты иди. Только они не хотят какого-то хуя. Они все, сука, умные в студиях, сидеть и пиздеть. Там есть Исландия ТВ, тоже сидит хуесос, блядь, рассказывает, как там надо мобилизировать, как там надо правильно воевать. Слышишь, сил нет, сил нет. Зрада тотально, блядь. Сил. Говорят, люди из-за границы, либо девушки. Да, 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 да. Сидит, значит, баба, где-то там, блядь, в Норвегии, и рассказывает, как правильно нахуй надо воевать пацанам, а не пошла бы ты нахуй, а? Ну, серьезно. Или в студии сидит, пиздит. Особенно любят форму одеть, чтобы показать, типа военные, типа уважаемые. Охуенно. Я не лицемерию. Так, получается, ждем повестку ТЦК Шевцова. По его адресу, где-то там, где он там зарегистрирован. Я не лицемерию. Я говорю, как есть. Я воевать бы не стал. Факты базы. Да я знаю, что это база, это мнение большей части населения. Просто... Это правда? Население из Украины. В интернете очень много громких крикунов. Но со стерегом прекрасная иллюстрация. То есть, тип рассказывает, никаких переговоров, никакой остановки. Воевать там, блядь, вот то-то, то-то. Заебись, круто. Ему пришла повестка. Я полезнее в тылу. Охуенно. удобно заебись. Заебись удобно. Притом, блядь, я столько помог всем, кому можно. Я более того, я говорю, что я хочу вернуться назад. О, давай. Людей денег не хватает как раз, да. Я хочу вкладывать деньги, я налоги плачу, все. А что? Ну, что я могу тут сказать? Ну, так, в итоге он с ним встретился и поговорил с Ирским. И в итоге сегодня приняли то, что можно легко перейти на другую бригаду. Чего и добивался Стерненко, поэтому найс. А все пруфы у него в ТГ, на что он деньги тратит. Поэтому его не мобнут, потому что потому что то, чего он хотел, почти все выполнено. Я понял. Я понял. Получается, Сырожа будет сидеть и дальше в студии. Какой Сырожа, блядь? Стерненко был на фронте в первые дни войны. Так, по такой логике этот абасанец тоже не имеет никакого морального права пиздеть о войне, ведь это уебище и сам ничем не помогает армия. Подожди, он только что сказал, что помогал, чем мог. Нет. С чего ты взял, что он армии не помогал? Минуточку. Это у тебя откуда такая информация-то, братанчик? Ты уверен прям, да? Что он не помогал или, например, не донатил? Я тоже скажу. Не, 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 стоп, минуточку. Я, например, Алексея очень хорошо знаю. И вы уверены, что он на ВСУ не донатил? Почему ты так уверен-то? Не пали. Так, а что он? Он украинец. Алё, блядь, чего не палить-то? А ведь это уебище и сам ничем не помогает армии. Съебал в Европку очень давно. Не был в Украине больше, чем мнение. Вот у меня тут как бы, ну, достаточно много аудитории из Украины. Типа, он прав или нет? Все писали, да. Я не знаю, может, это все люди, которые писали, да, из России в итоге. Но я хуй знает. Не, ну, а в данном случае это мнение у него какое? Что не хватает сил? Так это ж правда. Запад нихуя не даёт. Чё, блядь, 10 ракет? Причём это даже нихуя не преувеличение. Вот недавно новость была. Я, по-моему, даже, блядь, забыл репостнуть. Какая-то европейская страна объявила о том, что передаст в ближайшее время Украине 10 нахуй ракет. 10, блядь. Какая-то там ракета, как же она называется-то, я не помню. Не Shadow, а какая-то другая, короче. Не, я бы понял, если бы шла речь о ядерных ракетах. 10 ядерных. Я такой, ну, ладно, да. Блядь. Таурус какой-то, Таурус. 10, сука, блядь, 10. Сколько там Россия, чё ли, не каждый день по Украине ракет запускает? Сколько? За один день. По 100 штук? Бывает даже больше, по-моему, да? Сотня. Блядь, 10 штук решили дать. Ну, охуеть. Ох, спасибо, блядь. Чё мне, чё делать с этими ракетами, с этими 10 ракетами? Что? Это же пиздец, реально, вот, ну. Я не знаю, это шутка такая, что ли, издевается, может, специально, я не знаю, там, страна с запада. Он не прав и не неправ. Это просто его мнение. Мы уже проиграли с Харрис или с Трампом, неважно. На западе принято решение, договорняк. Поэтому, сколько Стерненко не кричи, запад победы Украины не хочет. Ну и пошли они нахуй этот запад, блядь. Шо сам это обидно в данной ситуации, да, Украина и вообще люди в Украине. Они, скажем так, доверились западу, да, положились на страны запада, на Европу, захотели в Европу, стремились в Европу и в итоге вся эта Европа, блядь, и весь этот запад просто нахуй нагнул и раком поставил и под жопу пнул Украину. И вообще, ну, это пиздец, я не знаю. И выебал. Нет, он просто пнул под сраку и все. Он бы выебал, если вообще ничего не давал, а так он как бы, ну, по 10 ракет в год давал, как бы, ну, чтобы, чтобы Украина буквально за 3 дня все не проебала, да, как это изначально разгоняли там пропагандисты в России, которые думали, что за 3 дня получится. Как бы уже 3 год войны. Я, конечно, понимаю, что Карлик твой друг, но он в корне не прав. Я не фанат Стерненка, но этот человек несравнимо больше помогает армии, сближает народ и сплотняет социум. Окей. Это тот случай, когда человек в тылу куда полезнее. Я уже молчу. Так нет, мы сейчас даже не про Стерненко говорим, а вообще в целом о ситуации, которая происходит. Даже вообще не про него. Я вот про Стерненко ничего и не говорю, потому что я, ну, я хз, что там за ситуация, я не углублялся в это. А про ситуацию на фронте и в целом о ситуации и что происходит. И как с этим быть, например, да? Так Шевцов говорил про Тейк в 10 лет. Ну, вы же сами сказали, что это типа хуйня, такого не было. Ну, не, ну, если это было и правда были какие-то заявления про то, что надо воевать 10 лет, ну, каким образом, я не совсем понимаю. Если в таком формате, как сейчас, это хуйня. Для всех клоунов, которые пишут Стерненко на фронт, спросите у военных, кого им приятнее видеть на фронте, 400 дронов или Стерненко с автоматом. Вопросы отпадут сами собой. Да, да, спасибо. Но, блядь, оно-то и понятно, что, возможно, Стерненко и правда полезнее где-то там. С дронами, нежели чем на фронте с автоматом, где он, что, он будет бегать, блядь, по окопам. С этим никто не спорит, но если говорить про 10 лет войны, бляхиас, смотри я из... Подожди. То я тут хуй знаю. Я вот вам недавно показывал эту карту Дипстейт, ну там же видно, что в каком... В какой активной фазе сейчас ВСРФ продвигается. Какие 10, блядь? Еще год-полтора, и там они уже у Киева будут. Это реально страшная хуйня, этого быть не должно. Бляхиас, смотри я из Херсона. И если остановиться на том, что есть, но это будет пиздец. Всем же понятно, что РФ все равно после заморозки будет кошмарить мирное население таких городов, как мой, которые очень близко к линии, и что вот делать? Не-не-не-не-не-не, подожди. Тут уже вопрос в том, какие договоренности будут об этой заморозке. Типа, ну, кошмарить как? Ракетами? Да ты шо? Тогда это уже, это не заморозка, война продолжается. Не-не-не-не-не-не. Всем же понятно, что РФ все равно после заморозки будет кошмарить мирное население. Подожди, каким образом? Я просто не знаю, что это за заморозка такая будет. В целом непонятно, что вообще дальше будет. Там же они говорят про какую-то зону демилитаризованную, блядь, с войсками НАТО. Сколько на это? Я вообще не понимаю. Путин явно на такое не пойдет. Типа, его же главная цель, она в чем заключает с самого начала? Чтобы вообще, блядь, на территории Украины не было западных войск. Чтобы там вообще не было никакой военной помощи и так далее. Чтобы там даже, если говорить про украинские войска, там было максимум человека два, блядь, понимаете? И то не с автоматами, а с палками в руке. С рогатками, блядь, которые будут камнями стрелять. Вот его цель, главное. А ему хотят что втюхать? Давайте мы сейчас все остановим, но на территории Украины будет сейчас армия, блядь, Европы и США. Ну ладно, США вроде не будет, как говорит Трамп. Да блядь, как он на такое? Я вообще не понимаю. Если он на такое пойдет, то это будет говорить лишь только о том, что и у Путина тоже не все очень-то хорошо. Потому что если он согласен с такими условиями, то вот я не знаю, видимо в России внутри всей этой темы, о которой мы не слышим и не видим, да? Ну мы видим экономические проблемы, но если он согласится, то там, наверное, настолько эти проблемы глубокие, что даже он, блядь, уже готов на это согласиться. Вот. Поэтому есть тщение, что он Трампа вообще нахуй пошлет. Да. Ты вообще игноришь факт, что Трамп тоже может применить силу в случае несогласия Путина на перемирие? Ну, может. А нахуй ты за Трампа голосовал? А нахуй мне голосовал? Я не за... Я не голосовал за Трампа. Потому что я не могу голосовать. Но ты, наверное, хотел спросить, нахуй я его поддерживаю? А нахуй мне поддерживать тех, кто нормально Украине помочь не может? Или же только усугубляет ситуацию, которая там происходит? Ну зачем? Зачем мне голосовать за тех, кто уже показал себя, как, ну, типа, что-то бесполезное? Все. Типа Байден или Камала Харрис. Это уже отработанный материал, который уже показал себя. Они не дееспособны в этой ситуации. Поэтому я за Трампа, который, ну, возможно, может что-то сделать. Че еще надо-то, я не понимаю? А нахуя мне голосовать? Ну, не голосовать, а, соответственно, поддерживать тех, кто нихуя не делает? Ну, реально. И то не факт, возможно, не факт. Ну, тут хотя бы есть шансы какие-то, а при Камале Харрис вообще шансов ноль. Че непонятного-то? Ну, ты заебал уже, сюда не лезь, давай, украинцы сами будут решать, воевать им или сдаваться. Подожди, ты долбоеб или что? Я, я решаю? Или что? Ты так пишешь, конченый, как будто бы мое решение сейчас повлияет на Украину. Это я войну остановлю, не Трамп. Делайте, что хотите, блядь. Я высказываю свое мнение и имею на это полное право, блядь. Ты мне рот не затыкай. Я делюсь мнением своим, как мне кажется, будет лучше. Чел пишет так, как будто я какое-то решение принимаю, главное. Сейчас, блядь, после стрима пойду с Зеленским будем в кальянке сидеть и мы подпишем, блядь, какое-то там соглашение, вот, и все. Не, реально, что вы несете хуйню какую-то. Договорняк, да. Остановил же войну. Да, 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 да. Сейчас. Завтра в три. Да. Остается только заморозка. Люди не хотят идти на фронт ни в какую. Уже разочаровались в коррупции и организации системы. Надо смотреть на обстановку. Реально. Даже если дадут, дохуя оружие. Хесос не нагнетай, никто Киев не возьмет. Помните, что было несколько месяцев назад? Покровск за три дня и т.д. И что в итоге? Нихуя никто Покровск не взял. А войну и правда надо заканчивать. Я и не говорил, что Киев, блядь, возьмут, долбоёб. Я сказал, что если в таком формате, как сейчас, все оставить, не замораживать войну, то ну рано или поздно-то, блядь, это случится. Опять же, если все оставить так, как есть сейчас. Эээ, и что в итоге нихуя никто не взял, а войну и правда надо заканчивать, потому что сейчас за ВСУ воюют лучшие люди в Украине. За ВСУ всегда воевали лучшие люди в Украине. А на стороне РФ, да, там воюют алкаши, блядь, уголовники, насильники, убийцы, блядь. Просто я хуй знаю, что там страшно смотреть. Ты смотришь на них там просто, блядь, думаешь, ёб твою мать. Вот это, конечно, у Путина тактика. Просто отправил на фронт в самых... Просто я... Да я даже не знаю, то, что они там умирают, это даже... Ай, ладно, короче, вы поняли, что я имею в виду. Поэтому да, а со стороны Украины там и правда умирают лучшие, к сожалению. Чем быстрее можно закончить войну, тем быстрее можно спасти их жизни. Даже в НАТО не обязательно вступать, можно просто базу в США разместить, как и в Южной Корее. Да-да, тебе, конечно, Путин даст базу США разместить. Сто процентов. И что главное, готовится укрепление... Да-да-да-да-да, братан, надеюсь, на... Уже губами США Трамп начинает строить военную базу в Украине. А кто его спрашивать будет? Ну, слушай, Путин тоже ни у кого не спрашивал, когда начал войну. Никто у него спрашивать не будет, как и он не будет спрашивать, чтобы снова начать то, что ему в голову взбредет. А спрашивать-то будут, потому что Запад слабенький, он прогибается. Ты что, не видишь, блядь? Мне тут подписчик скинул, кстати говоря, сборку для ПК. Помните, я вчера говорил, что я хочу себе комп купить новый? Под Сталкер 2. И он мне тут сборку сделал. Реально. Я хочу вам ее сейчас по-быстрому показать. И... Короче, стоит четыре с половиной тысячи долларов целый комп. Процессор. Рязань 9800X3D. Что-то там гранит, ритге и так далее. За пятьсот баксов так дешево. Ну, ладно. Он говорит, что это самый пиздатый процессор сейчас. Далее. Мать. Асус. Ну, я хуй знает. Стрикс гейминг. Я не знаю. Я в мамах не разбираюсь. Но она стоит пятьсот баксов. Далее. Оперативной памяти на 64 гигабайта. Две по 32. Вот такая вот, короче говоря, оперативка. Вот. DDR5. Я не знаю. Тоже вы можете посмотреть, кто шарит. Короче, как-то так. Вот. Далее. Видеокарта. NVIDIA GeForce RTX 4090 ROG Strix Overlocked Triple Fun. Что-то на 24 гигабайта. Две нахуй тысячи долларов за видюху. Ебануться. Вот. Далее. Два терабайта SSD, да? Да. Два терабайта SSD. Потом мне еще на какой-то хуй засунул сюда обычный жесткий диск на 12 терабайт. Ты что, ебанулся, блядь? И блок питания на 1200 ватт. Ну и шо, ребята, как? А где дисковод? Ха-ха. Дискеты, блядь, можешь еще сюда засунуть. Норм. Ну вот так. Только в другом проблема. Я просто не знаю, как долго ждать это все. А, тут еще watercooling. Asus, ROG, что-то там, блядь. Водяное охлаждение какое-то или шо? Ой, блядь, шо? Боже мой, что это? Материнку от MSI лучше. А, MSI? Ты же стример, вдруг тебе нужно где-то большие видосы хранить какие-то. Вот тебе и HDD. Я стример вот именно, поэтому мне и видосы не надо нигде хранить. Сейчас срач начнется. Таня. 1200 ватт. А что, мало что ли, блядь? Сколько надо? 5000, блядь, чтобы у меня тут эти пробки выбило, нахуй, на счетчике. Или мне тут электроэнергия чтоб мотало, я не знаю. Чтоб я каждый месяц по 1000 долларов платил чисто за электроэнергию. Сейчас зима. Холодно будет. Опять надо будет включать обогреватели. Мне опять надо будет платить в месяц за электроэнергию по 500-700 баксов, блядь. Потому что эти обогреватели столько электроэнергии наматывают. Это вообще пиздец. Летом я за электроэнергию плачу по 150 баксов, зимой по 500-700. Просто потому что, блядь, обогреватель работает с утра до вечера, с вечера до утра. Короче, комп нормальный. Ну все, окей. Значит, будем брать, если я смогу если я смогу его собрать. А хотя, смотрите, здесь показывает, что все, что здесь есть, будет пожирать 878 из 1200. Зачем мне такой мощный блок питания, если по итогу он даже до 1000 не дотягивает здесь? Запас нужен? Так, а 1000, 1000... Ну ладно, похуй, пусть будет 1200. Просто тут бы и косаря, наверное, хватило, нет? Я как эксперт в компьютерах и собрал не один комп, могу сказать с опытной точки зрения просрочку точно потянет. О-о-о-о. А, для 5.9. 50.90, я понял. Это самое главное, чтобы просрочку потянуло, блядь, потому что, ну, видос смотреть очень тяжело. Ну, я имею в виду, компу тяжело. Реально. Я как подрубаю видос, он так жужжать начинает, там просто видеокарта не вытягивает. Блок важная часть компьютера, окей. Ладно. Там хуйня переплата. Господи, блядь, сколько блок питания стоит? 300 долларов. О, боже мой, переплачу лишний 50 баксов. Пиздец, банкрот. Подожди, 50-90, они же скоро выйдут. Да не могу я ждать, блядь. Сталкер выходит на днях. Ну, куплю я потом эту карту новую и вставлю её в новый комп. Привет. В чём проблема? А эту видеокарту 40-90 отдам Алине, например, если она влезет, блядь, туда, конечно. Кстати, а что за блок питания он мне тут засунул? Это ж надо брать тогда здоровый блок питания, потому что видеокарта 50-90, она будет, наверное, вот такая, блядь. Огромная просто. Килограмм, наверное, 20 будет весить. А как понять, влезет в этот корпус, соответственно, ну корпус, не блок питания, корпус, да, в этот корпус, соответственно, видеокарта. Как понять-то вообще? АТХ, значит, нормально? А, ну, АТХ, да. Влезет, корпус здоровый. Ага, окей. Это самый большой, что бывает. Ебать, что, серьёзно? У меня будет на полкомнаты. Чисто реактор атомный стоять у меня здесь будет и облучать меня радиацией. Реально облысею просто за год от такого компьютера. Вы буквально, на глазах будет это видно у вас. Как я просто буду лысеть. Я буду сидеть, у меня волосы вот так будут сыпаться. Зато я буду играть в сталкер на ультрах. Зато это будет, как будто я реально в игре нахожусь. Как будто реально по Припяти гуляю. Я буду играть в сталкеры и лысеть, потому что там же радиация. И это, типа, реализм. У меня как раз есть эта хуйня. Во! У меня же дозиметр есть. Вот он. Я его, блядь, включу, когда куплю новый комп. Вот, счётчик Гейгера этот. Вот он у меня есть. О, видите? Вот сейчас, например, в моей комнате показывает... Один. Чё один-то, блядь? Два. Три. Четыре. Чё, ебанутый, что ли? Пять. Ши... Шесть. Э? Ебан, десять! Куда выросло? Так, я... Одиннадцать. Я что-то... Как будто бы, знаете, чем... Тринадцать. Четы... Ты чё растёшь? Да, сука, шестнадцать, блядь! Оно растёт! Мы слышим... Что? Семнадцать! Восемнадцать! Мы слышим, как ты кликаешь. Это оно щёлкает! Слышите? Оно издаёт звук, когда... Блядь, уже двадцать. Один было. Сними боковую крышку и скинь фотку в канал. Там, наверное, небось, сантиметровый слой спермы и шерсти на всем. Поэтому он и жужжит. Не-не-не, я чем ближе к чату её подношу, тем выше радиа... Ебать, я к чату преподнёс! Преподнёс! И оно выросло сразу. Смотрите, вот я сейчас ещё к чату. Так, ну-ка. Оп! Ясно, ребят, это вы фоните! Вы излучаете радиацию, реально! Я чем ближе к чату, тем выше радиация. У, сука! Ладно, видите, она упала, когда я к себе её притянул. Короче, у меня, ну... В принципе, ну, в норме, как я понимаю. Шестнадцать, двадцать, это ещё нормально. Пятнадцать. Жить можно! Излучение от монитора. Да не-не-не-не-не. Я вот к монитору приблизил, пятнадцать стало. Хуйня. Ой, шестнадцать. А если на комп? Давайте я её на комп положу. Всё, ну пусть она на компе лежит. Вот. Ты угоряешь, какие четыре с половиной тысячи. Я в дискорде с твоими сабами собрала комп под сорок семьдесят супер за сто пятьдесятка рублей. Включаю видюху. Так, блядь, вот именно, что у тебя сорок семьдесят. Хуйня, видеокарта. А тут сорок девяносто. Самая мощная. Пиздец, блядь. Тут видеокарта два косаря стоит. Не-не-не важно, если даже на комп положить всё равно. Я не знаю, сколько такая видеокарта в России будет стоить, конечно. Сорок девяносто. Оверпрайс? Да мне насрать. Понимаешь? Мне главное, чтобы сталкер летал у меня. Чтоб все стримеры мне завидовали. Понимаешь ты это или нет? А они будут завидовать, даже если я новый комп не куплю. Даже если у меня сталкер будет на минималках работать. Потому что никто сталкер стримить не будет. Потому что это уголовное дело. Ну ладно, я шучу. Я думаю, что люди всё равно будут стримить. Но так или иначе. Так, всё. Ну окей, значит комп нормальный. Окей, возможно я его тогда и возьму. Возьму, если, конечно, по времени там они успеют его сделать до 20-го числа. О, кстати, вот как Сайма Сталкера. Тут же как раз выкатили, затестили на видеокартах Сталкер 2. Причём на видеокартах... На видеокартах... Сейчас дайте я отключу эту хуйню. Она щёлкает и щёлкает. Видеокарты 4070, 4080 и 4090. Так, что мы имеем? Ну это мы даже не смотрим. Вот, вот это разрешение 1920-1080. Это я. Соответственно, RTX 4090 на максимальных настройках графиках, как я понимаю, да? С DLSS off показывает 85 фпс. Что как бы... Ну хуй знает. Не так уж и много. А это, блядь, извините меня, самая мощная видеокарта. А вы представьте, что на моей будет, которая 3090. Да, у меня там будет 2 фпс, реально. А если DLSS включить, то да, 165, конечно, да? Но DLSS, как я понимаю, вроде ужимает графику. Не? Да? Но она как будто её размыливает. Как я помню, когда я включал эту хуйню, графика становится более мыльной такой, вот. Нет, не ужимает, ты даже ничего не увидишь. А тогда почему... Я не знаю, почему тогда есть возможность её отключить? Зачем её тогда отключать? Если нет разницы, и она даёт тебе прирост фпс в 2 раза, то зачем тогда её отключать? Мылит она графику? Может мылить и задержка ММС. А, а. Она мыло делает. Ну так нет, просто вот мне Punisher сказал, что это не происходит. Ну ладно, окей. Хорошо. Ну вот. И это, блядь, RTX 4090. Так что все эти системные требования, что в Стиме у вас там указаны, хуйня. Плюс оптимизация, которая, вероятнее всего, на первых порах будет не очень-то хорошая. Ты уже предзаказ оформил. Блядь, 100 лет назад ещё я это сделал. Автоваз в САО. Возможно, уже очень скоро. Что случилось? Компания столкнулась с угрозой банкротства из-за повышения ключевой ставки. Общий долг автопроизводителя перед банками превышает 100 миллиардов рублей. С увеличением ставки проценты по этому долгу выросли на рекордные миллиарды рублей в год. Все заработанные средства уходят на уплату процентов по кредитам. На данный момент единственный выход для Автоваза из долговой ловушки – государственная поддержка. А у государства, как мы знаем, денег сейчас тоже не особо много, потому что 40% всего бюджета уходит на войну. Так что, да, время не очень простое близится, если это всё не остановится сейчас. Суд в Петербурге арестовал квартиру тёщи Александра Невзорова, которую она получила от своей дочери Лидии Невзоровой по договору купли-продажи. Прокуратура требует признать сделку мнимой, вернуть квартиру Невзоровой, после чего обратить имущество в доход государства. Короче, у Невзорова хату отжимают в России в счёт государства, понимаете, да? Ну да.